Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеши. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Три человека пострадали при взрыве газового баллона в частной гостинице. ЧП произошло на улице Гвардейская. На набережной реки Сочи снова разрушен парапет. На сей раз у центрального рынка. Но причина не в ДТП. В Адлере на шесть торговых павильонов стало меньше. В курортном городке начался демонтаж ларьков. В Сочи собрался весь цвет настольного тенниса страны. Сегодня стартовал лично командный чемпионат России. На инвестфорум в Сочи съедутся бизнесмены со всей страны. Своё участие подтвердили все 85 регионов России. Такого масштабного представительства не было за всю историю форума, отметил Вениамин Кондратьев во время заседания Оркомитета по подготовке экономического саммита. Стартует он уже через две недели, при этом сменив статус международного на российский форум. Я считаю, что и в Российской Федерации, и в нашем крае достаточно собственных инвесторов, которые могут активно делать экономику. Конечно, мы рады и международным инвесторам, и иностранным инвесторам, но я ещё раз подчеркиваю, что у нас достаточно своих инвесторов для того, чтобы мы могли уверенно стоять на ногах с точки зрения перспектив развития нашей экономики. Хочу ещё также отметить, что такие международные инвесторы, коллеги, они не уходят. Заявлены участники из различных стран, в том числе делегации из США. Это будут делегации из Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании. Коллеги, когда наш форум был даже международным, тут такой весовой иностранной составляющей не было. В своей экспозиции на форуме представят 16 регионов, в том числе и Краснодарский край. На этот раз Кубань подготовила больше 500 инвест-предложений. В портфеле региона 40 приоритетных проектов в ключевых отраслях экономики. Это сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, туризм и транспорт. Медицина в Новокубанском районе становится доступнее жителям Ляпина. Больше не приходится ездить в районный центр за помощью докторов. В небольшом хуторе открылась новая амбулатория. О том, что на прием к врачам вынуждены были ездить за два десятка километров, местные жители рассказали главе региона во время его рабочего визита. По поручению Вениамина Кондратьева осенью прошлого года началось строительство офиса врача общей практики. Это уже четвертый ВОП в Новокубанском районе. Помимо кабинета терапевта и педиатра, там есть процедурный и даже дневной стационар. Даже и не мечтали о том, что у нас будет такой центр. Когда пришли, ну, конечно, восхищения не было предела. Когда увидели, у нас был такой старенький пункт, а теперь такое большое светлое здание. Здесь столько кабинетов, столько врачей. Свежая краска еще в одной из школ в Станице Советской. Из-за аварийного состояния здание с вековой историей пришлось закрыть почти на 10 лет. Учеников перевели в соседние корпуса. Занятия стали проводить две смены. Чтобы уроки вновь стало возможно проводить в этом здании, нужен был капитальный ремонт. Силами местных властей поменяли кровлю, укрепили фундамент, заменили окна. На этом работы закончили из-за недостатка финансирования. Директор школы обратилась к губернатору с просьбой помочь в восстановлении работ. Из краевого бюджета на ремонт выделили больше 11 миллионов рублей. И уже после зимних каникул ученики опять сели за парты в старейшем здании района. Тем самым удалось решить еще одну проблему и ликвидировать вторую смену в школе. То, что было до ремонта и то, что мы увидели после ремонта, конечно, очень большая разница. В каждом кабинете подведен водопровод. Заменено освещение, система отопления, внутренние санузлы установлены, гардероб, чего в этом здании не было раньше. Часть обращения губернатора из Новокубанского района касалась проблем с водоснабжением. Местные жители жаловались на перебой с водой и на ее качество. Сегодня частично удалось решить этот вопрос. Муниципальные власти протянули трубу от Курганинского водопровода. Задача одна. Выполнить поручение досконально, выполнить его до конца. Сегодня губернатор предлагает систему приоритетов, потому что все вопросы одномоментно решить невозможно. И с учетом финансового дефицита необходимо выделять приоритеты. Это и школа, где убираем вторую смену, что в первую очередь. Это, конечно же, медицина. Это инфраструктурные вопросы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Всего же только в Новокубанском районе Венивен Кондратьев дал 98 поручений. По словам главы муниципалитета, на контроле сегодня осталось лишь 13. Все остальные исполнены. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Три человека пострадали при взрыве газового баллона в частной гостинице «Сочи». ЧП произошло в субботу на улице Гвардейская Адлерского района. При взрыве газового баллона на втором этаже трехэтажной гостиницы на Гвардейской, 18, пострадали три человека. Один из них госпитализирован в ожоговый центр. В результате взрыва несколько окон частной гостиницы были выбиты вместе с рамами. Пострадала и обшивка здания. Несущие конструкции не повреждены. Пожар локализован на площади 40 квадратных метров. На набережной реки Сочи снова разрушился парапет. Вот такую картину сегодня можно наблюдать на левом берегу реки, недалеко от Александрии. Прямо возле подземного пешеходного перехода разрушена часть парапета. В целях безопасности зияющую пустоту закрыли временным ограждением и специальной лентой. Я напомню, это уже далеко не первый случай разрушения. Не так давно капитально отремонтированного парапета. В последний раз конструкция пострадала в результате ДТП. Тогда в парапет на скорости въехал автомобиль. Ну а что послужило причиной разрушения в этот раз, покажет следствие. Аварий на этом месте не зафиксировано, говорят полицейские. Сейчас в УВД проводят проверку по факту разрушения конструкции. Не исключено, что это акт вандализма. В Адлиле на шесть торговых павильонов стало меньше. В курортном городке накануне начался демонтаж ларьков. Почему их сносят, расскажет Ольга Десятого. Выходные у предпринимателей время бойкой торговли. Но продавцы в Адлерском кургородке убирают товар с полок. Нам сказали, что скоро ломать будем. Ну а точно, когда не знали. Арендаторы торговых точек готовят павильоны к сносу. Эти ларьки, несмотря на свой капитальный вид, объекты сезонной торговли. Именно так прописано в соглашении с мэрией. Договор аренды на землю у хозяина павильонов закончился еще в октябре. Но он не поспешил покидать выгодное для торговли место. По причине нежелания демонтировать объекты на момент истечения договора, было принято решение о передаче материалов в правовое управление, дали в суд. И сегодня мы видим, что в совместной работе с судебными приставами приводится в исполнение решения суда. Это демонтаж объекта. Сегодня объекты сносят по суду. Предприниматель решил, выгоднее и быстрее будет исполнить его решение самостоятельно. Обещает управиться за несколько дней. Я уже 5-6 лет работаю с администрацией на конкурсных основах. И хочется, конечно, чтобы улучшить красиво, что было здесь. Сам решил демонтировать это все. Самому, конечно, выйдет дешевле, тут недолго его сносить, строят, ломать, не строят. По решению суда в адлерском курортном городке будет снесено 6 таких сезонных павильонов. На их месте, рассказывают в администрации адлерского района, скорее всего появится зона отдыха. Возможность будет какая-то зона отдыха с лавочками для людей. Я думаю, что для отдыхающих, как для отдыхающих, так и для местных должны быть такие зоны, где они могут посидеть, пообщаться в красивом, благоустроенном месте с озеленениями, с лавочками, с красивыми. Ну а павильоны в Хургородке – это лишь часть тех торговых точек, которые будут снесены в Адлере в ближайшее время. Такая же судьба в целом ждет 18 павильонов. Ну а предпринимателям предложены места в районных торговых центрах. Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Неделя на наведение порядка во дворах. Такие сроки поставил управляющим компаниям глава города Анатолий Пахомов. Об этом мэр заявил на совещании, где обсуждался вопрос о спаривании нормативов на общедомовые нужды. Встреча главы города с представителями управляющих компаний началась с оценки их работы. По словам первого руководителя, в его адрес поступают десятки жалоб на работу наемных коммунальщиков. Сочинцы требуют чистые дворы и светлые подъезды. Особенно острые эти вопросы встали во время последнего снегопада. Два дня потом чиновники городских, районных администраций тут не выходили с улиц. Чистили тротуары, чтобы город обеспечить. А в те были управляющие компании. Дворы, посорники. Честно говоря, я не знаю, у меня сердце кровью пребывается. После такой оценки работы разговор о проблемах управляющих компаний сложился не сразу. Собравшиеся пришли за помощью в решении вопроса с расчетами нормативов на общедомовые нужды. Показатели регулируют краевые службы. Но в этом году их не изменили, сохранив нормативы 2012 года, которые сегодня изрядно устарели. В связи с тем, что эти нормативы бреком не были рассчитаны, то введение их разрешили использовать предыдущие. Эти нормативы были рассчитаны в 2012 году и не учитывали многих факторов, которые с 2012 года в 2016 год. Ну, не везде стояли домов. Сегодня просто жизненно необходимо наложить мораторий на прежние нормативы, иначе компании очень скоро станут банкротами. К примеру, в доме, где есть лифт, расход электроэнергии составляет около 27 тысяч рублей, а по нормативу только 2 тысячи. Разницу управляющие компании будут вынуждены брать из денег, собранных жильцами. В итоге потери и у компании, и у собственников. Вывод один нужно срочно оспаривать утвержденные нормативы и делать расчет актуальных цифр. И помочь в этом может исключительно личное вмешательство главы города. Нужна вам помощь, мы поможем в работе с населением. Но как вы глазами будете говорить, как вы вопросы эти будете задавать, если они вам скажут, то посмотрите, мы какие-нибудь деньги платим, но во что они нас превращают. Они же так сейчас заводят. Потому что, чтобы решать такие задачи, нужно для начала навести порядок. Сочинские управляющие компании в течение недели будут доказывать администрации города свою профпригодность. Как только придомовые территории станут столь же опрятными, как и центральная часть курорта, то и город пойдет навстречу компании. Письмо в адрес губернатора будет написано, но прежде чем его отправят, сочинские дворы должны стать идеально чистыми. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. Остап Бендер, Шурик. Сегодня портреты знаменитых героев советских фильмов украшают дворы города Сочи. Организаторы проекта «Знай наших» на курорте развернули масштабную операцию по улучшению архитектурного облика. Несколько кисточек и пара баллончиков с краской – стандартный набор юных граффитистов. Глеб и его напарник Ян в Сочи приехали месяц назад из Белоруссии и сразу приступили к своему любимому хобби. Проект «Знай наших» зародился три года назад, быстро набрал популярность. За короткое время художники успели посетить несколько городов России. Сочи не стал исключением. Идея по поводу стен конкретно города Сочи пришла зимой, потому что у нас похолодало, а творчеством заниматься хочется всегда, поэтому мы приехали в Сочи. Здесь февраль теплый. Мы решили, что не стоит прятать искусство на заброшках. Уровень начал позволять делать что-то достойное, и мы стали показывать это обществу. Остап Бендер, Шурик – это только начало масштабного проекта белорусских граффитистов Сочи. На создание такого шедевра уходит два дня и несколько килограммов краски. Дело это, конечно, затратное, говорит организатор проекта, но любовь к хобби превыше всего. Я вижу, что в Сочи очень мало стрит-арта и много скучных стен, поэтому перспектива есть. Тем более, что город туристический, а туристы любят такие вещи. Это привлекает внимание, люди фотографируются, выкладывают в сеть, тем самым повышая и популярность города в том числе. Сегодня у юных стрит-артеров в Сочи появились поклонники. Молодые люди плоды своего творчества выкладывают на страницы социальных сетей, а местные жители граффитистам предлагают свои идеи по улучшению архитектурного облика курорта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе. В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне получат четыре выходных подряд. В Федеральной службе по труду и занятости напоминают, что на следующей неделе россияне будут работать с понедельника до среды включительно, после чего последуют четыре выходных дня подряд в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. При этом на следующую среду, 22 февраля, приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на один час. Что касается Международного женского дня 8 марта, то в нынешнем году этот праздник, приходящийся на среду, поделит рабочую неделю на две равные части. Предпраздничный рабочий день 7 марта будет короче на один час. Актер Михаил Галустян стал послом третьих зимних всемирных военных игр, сообщает пресс-центр мероприятия. Галустян не только шоумен, юморист, комедийный актер, сценарист и продюсер, но и президент Федерации военно-тактических игр России. С Министерством обороны, отметил Галустян, его связывает тесная дружба, и он всегда с большим вниманием относился к их социально-общественным проектам. Стать послом зимних всемирных военных игр для актера – большая честь. Также он подчеркнул, что военные игры станут ярчайшим событием для молодежи. Миссия посла заключается в популяризации игр как главной и основной площадке для выявления сильнейших спортсменов-военнослужащих, представляющих свои страны. Сочинец Вячеслав Яркин стал победителем Кубка России по тяжелой атлетике. Турнир проходил в Зеленодольске с 6 по 12 февраля. В весовой категории до 77 килограммов Яркин победил суммой 334 килограмма, победив и в рывке, и в толчке с результатами 152 и 182 килограмма. Эти соревнования – отборочный этап к чемпионату Европы, который пройдет в апреле в Хорватии. Тренирует спортсмена его брат Владислав Яркин. К слову, третье место на турнире с результатом 328 килограммов также досталось сочинцу Владиславу Луканину. Стоит отметить, что в этой весовой категории выступали все сильнейшие спортсмены страны. За теннисными столами Федерального центра единоборств Югспорт собрался весь цвет настольного тенниса страны. Сегодня в Сочи стартовал лично командный чемпионат России. Турнир обещает быть напряженным и непредсказуемым. Бескомпромиссная борьба разворачивается как среди мужчин, так и среди женщин. Сборная России в полном составе. Все сильнейшие игроки приехали на 20-й по счету чемпионат России в Сочи. Кстати, соревнования такого уровня в нашем городе проходят уже второй год подряд. В 2016-м удача здесь сопутствовала петербурженке Полине Михайловой. В мужской национальной сборной лидером стал Александр Шибаев, серебряный призер европейского супертурнира этого года. В командном зачете у мужчин победу одержала команда Татарстана. У женщин золото досталось москвичкам. В этом году фавориты планируют повторить успех, остальные взять реванш. У мужских команд, могу вам сказать, что 7 команд, которые имеют наивысший рейтинг, реально претендуют не просто на медали, а на золотые медали. То есть там настолько уровень не сильно отличается, вверх или вниз от них, что любая из них может выиграть. Очень приятно, что у нас все спортсмены, даже те, которые выступают за границей, в каких-то клубных чемпионатах европейских стран, смогли приехать на этот чемпионат. То есть, соответственно, чем больше сильных игроков, тем интереснее борьба. В целом медали командного зачета разыграют сборные из 16 регионов России. Участие в личном турнире примут теннисисты из 28 регионов страны. Цель каждого – медали чемпионата. Но есть у спортсменов еще один стимул для борьбы. Тренеры сборной здесь ведут прямой отбор на чемпионат мира по настольному теннису, который состоится в мае. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент ткани. Текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.